У него там все сгнило, все сгнило. И на конце концов он у них умирает. На Медне Верхесецкий райсуд Екатеринбурга своим судным решением взыскал с двух больниц, с Первой областной и Первоуральской городской с тем же номером, за некачественное оказание медицинских услуг 58-летнему пациенту 800 тысяч, полмиллиона в пользу вдовы отставного полицейского Вячеслава Лопатина и 300 тысяч. В качестве возмещения моральных терзаний его сына Святослава опасенку Вячеслава Палыча не досталось ни гроша. Это, естественно, расстроило родственников. Но это уже детали. В июле прошлого года бывшему участковому из Первоуральска была назначена плановая операция на прямой кишке. Через несколько дней Лопатина выписали из скола практологического отделения ОКБ номер один. Долечиваться под наблюдением Первоуральских врачей. Родственники убеждены в том, что Вячеслав Палыча, во-первых, некачественно зашили после операции, во-вторых, слишком рано выписали из клиники. Вдова Саида Лопатина, бывший фельдшер, утверждает, что заметила неладное, как только муж домой вернулся. Она сама ему делала перевязки. Когда я эту рану открыла, я удивилась. Думаю, почему-то у него маленький шов как-то не зажит. И чуть-чуть какая-то капинка мокрая была у него на ранке. Я говорю, Слава, ты что такое? Почему тебя так выписали? Он сказал, что меня хирург смотрел перед выпиской. И сказал, все нормально, наблюдайтесь по месту жительства. После операции швы не заживали. Рана кровоточила. Начались осложнения. Лопатина на скорую везли в Первоуральскую больницу. И вот они его 19-го, 3-й раз разрезали. Они его держали. Ну, врач мне сказал, что они его 5 раз, что ли, резали. 24 июля Лопатиной позвонили из клиники, сообщив трагическую весть. Чуть позже в больнице Саида Якубовна испытала второй шок. Хотя немолодая женщина тогда и от первого толком оправиться не успела. Я говорю, ну, хорошо. Ну, вы и лечащий врач. Я бы к вам не захотела попасть. А вторая врач тоже, тоже хирург. Она мне говорит, а что вы хотели? Он же в возрасте. Я говорю, в каком он в возрасте? В 60 лет. Я говорю, вы лечите человека и не знаете, сколько ему лет. Ему 58 лет, говорю. Пасана Клопатина Алексей Веселков. Тот самый родственник, которого суд посчитал ненадлежащим истцом и обошел денежной компенсацией за моральные страдания. После смерти отчима, которого он всегда считал и называл отцом, только не по крови, однозначно указывал на врачебную ошибку. Надо было разрезать там, что-то подрезать, я как понимаю, без всяких осложнений и выписаться, да? А получается, что человека на простейшие операции взяли и, ну, как сказать, погубили просто-напросто. Как это еще можно объяснить, как не врачебная ошибка? Подозревая худшая вдова Лопатина, пыталась под диктофонную запись и в присутствии съемочной бригады портала 66.ru пообщаться с замглавврача 1-й Первоуральской горбольницы Ольгой Симаковой, но натолкнулась на глухую стену непонимания. Вызвольте охранительную диктофон. У нас не санкционирована съемка. Я молчу. Понимаете? Нет, помните, мы вас ни в чем не обвиняем. Ну как, только что. Вот обвинение звучит. Я сейчас вызываю адвоката, прокуратуру и только в присутствии прокурора. Пожалуйста, вся информация. Я в обвинение выслушивать не собираюсь. Нет, вы могли бы просто выслушивать в оппозицию? Мы же на вас не нападаем. В какую оппозицию? 30 дней у нас идет в скрыте. Как уточнил в кулуарах суда городскому порталу Е1 адвокат семьи Лопатиных Роман Качанов, в справке о смерти Вячеслава Лопатина было сказано о том, что пациент скончался из-за того, что в больнице ему некачественно провели операцию. Причиной смерти стала инфекция и дефект при наложении шва или лигатуры во время операции. Кроме того, по словам адвоката, в материалах уголовного дела есть заключение из бюро судмедэкспертизы, в котором указано черным по белому, то, что после плановой операции у Лопатина началось осложнение. Его выписку из первой областной клиники судебные эксперты посчитали преждевременной. А в Первоуральске, по словам адвоката, недооценили степень тяжести состояния пациента, не справились с осложнением, вовремя не проконсультировались со специалистами первой областной. Были допущены диагностические и тактические ошибки, в том числе с медицинскими документами. Между прочим, родственники умершего после операции отставного полицейского в своем солидарном иске указали сумму в 4 миллиона рублей. Но 800 тысяч тоже. Деньги немалые.